Допустим, мы решили создавать канал, который будет рассказать про логотипы, и мы здесь понимаем, кто наш зритель. Я разберу два портрета, чтобы вам было понятно, как это делается. Первый портрет. Это фрилансер. Допустим, девушка, художник, дизайнер, которая хочет зарабатывать на фрилансе, да? Соответственно, ее возраст женский, возраст, допустим, двадцать лет. Женский фок. Какие проблемы? Она живет далеко от большого города, она живет далеко от центра, даже может от областного центра, и не может часто ездить на собеседование, либо предлагать свои услуги, а на фрилансе, как известно, очень перегретый рынок. Поэтому у нее проблемы нет с заказчиком, нет с клиентом, да? Чем она занимается в данный момент? В поиске работы, да? Она в поиске работы, потому что она умеет рисовать, но из-за того, что она не может себя продавать, в этом случае она не может зарабатывать деньги. Мечты и желания. Хорошо зарабатывать, стать фрилансером, открыть компанию дизайнерскую, и у нее эти мечты и желания, да? Что делает счастливым? Творчество. Она не хочет работать дояркой, она хочет рисовать логотипы, творить, делать дизайны и делать красивые вещи. И это делает ее счастливым. Финансовая ситуация. Плачевная. Она же ищет работу. Соответственно, у нее плачевная ситуация. Социальное положение. Не замужем, только вышла с института, живет с родителями и мечтает то же самое, уехать в собственную квартиру, чтобы зажить свои жизни, чтобы в конце концов начать строить семью. Но строить семью из-за финансового положения она не может. Окружение. У нее есть кошка. Пока детей нет. Собственного дома нет. Родителей ухаживать не надо. Да? За родителями. Ну, в таком формате, потому что родители еще не способны. 20 лет. Родители, там, 45-50. Нормально. Нарисовали. Второй портрет. Кто еще будет смотреть наш канал? Это же ваш зритель. Правильно? Канал о том, как делать логотипы. Ну, конечно же. Второй наш портрет – это тот клиент, кто не хочет платить за логотип для своей компании, а хочет сделать его самостоятельно. Да? Соответственно, возраст и пол. Мужчина 30 лет. Да? Проблемы. Мало денег. Все деньги в кредите, там, в развитии компании. Да? Мечты и желания. Открыть свою компанию и сделать логотип, научиться сделать у вас логотип. Да? Чем занимается? Строительный бизнес, допустим. Да? Вил строительную компанию и не хочет платить за логотип, там, пять тысяч рублей. Хочет сделать сам. Что делать счастливого? Заработок, семья, дети. Да? Финансовая ситуация, то есть, стабильная, у него есть деньги, но он просто не готов тратить на логотип. Да? Социальное положение – женат, окружение – кошка, дети, дом в свой запакован. То есть, в принципе, он может потратить на пять тысяч рублей за логотип, но пока к этому не готов. Ваша задача – не убеждать его тратить на логотип. А что сделать? Продать ему. Что? Давайте разбираться. Что мы можем ему продать? Двадцать лет, девушка, да? Давайте на ней разберем, чтобы не улыбляться. Да? Мы даем ей бесплатно видео уроки на нашем канале, как сделать логотип, как работать с фотошопом, как менять слои, как там туда-сюда, как менять шрифты, там. Мы дали ей бесплатно много. Дальше. Мы предлагаем ей, говорим, а если вы хотите получить от нас, там, не знаю, там, шаблон из, там, тысячи логотипов, разбитых, там, по разных нишам и по сказке, где их купить, оригинальные векторные изображения, то купить у нас это все за, там, за один доллар, за сто рублей. Просто, да? Девушка, мы знаем, она спокойно это все, дело купит. Почему? Потому что здесь важно, вы ей дадите больше, чем она за это, то есть, чем она ожидает. А дальше вы ей говорите, мы вам можем дать мастер-класс и разберем, как, как сделать логотип и как логотип продавать. Как искать клиентов среди строительных компаний. Как искать клиентов среди, там, магазинов. Как искать клиентов, то есть, и вы даете ей запакованный курс. И этот курс вы, допустим, продаете ей уже за пять тысяч рублей. Условно. После продажи этого курса вы обязательно оказываете ей помощь, потому что она купила и у нее вопросы есть. И вы эти вопросы ей помогаете озвучить, да? Поверьте, после того, как она находит клиента и продает ему свой, там, логотип за пять тысяч рублей, она уже отбила ваш курс. Понимаете как это? Все! Она уже то, что вложила, но она, у нее есть навык. Она счастлива, пишет вам отзыв, понимаете? И к вам приходят другие фрилансеры, которых, которых вы тоже можете обучить. Но у вас уже есть программа, которую вы запаковали, и вы уже фрилансером ее продаете. И она потом опять к вам возвращается, потому что вы тоже наращиваете свой потенциал, свои знания, свои компетенции. Вот так работает ниша и продажа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...